продолжаем так мы остановились на плавниках светлой краской поскольку с этой стороны как я понимаю у нас падает свет у меня получается он какой-то розоватый сиреневатый непонятный не белый в общем можете чисто белая взять если хочется голубоватый там что здесь имеет право быть и голубоватый и зеленоватый потому что плавники все-таки тоже отражают что-то из окружающего мира сейчас мы добавим проложим светлый белый добавим туда холодных оттенков мы сформировали верхний боковой плавник у нас не верхний берем немножко синего закидаем его местами так теперь у нас вот эта линия которая шла вдоль туловища я тоже надо немножко растянуть соединить с самим плавником так один планик мы сделали теперь делаем вот этот план опять берем светлый светлые фиолетовые например и отделяем этот плавник от предыдущего у меня правда не светло-фиолетовый какой-то серый получился но это не страшно так где вот он сиреневый прокладываем вот здесь вот вдоль хвоста заради потом берем белый отделить плавник от хвоста и соединяем этот белый с плавником так можем сюда синенького подкинуть голубенького допустим сюда куда-нибудь сюда так теперь забыли про желтый поскольку у нас все достаточно желтая то естественного при него никуда раскидываем его по хвосту по полунику поэтому так что еще мы можем добавить дайте села давайте мои вот сюда положим виде нескольких полосочек так теперь делаем белой красочкой края этого плавника как я стараюсь как-то показать где этот край идет при этом я так понимаю что закрываю от вас изображение вот показали так край теперь мы его соединяем с плавником да и помните что в принципе на плавниках на этих особо четких линиях быть не должно поэтому немножко растягиваем все наши пятнышки соединяем их между собой опять же это должна быть однонаправленная работа то есть мы все движения делаем в одном направлении так как рыбка наша плывет в далекие края и все что на ней есть оно в принципе тоже движется в одном направлении вот такой плавничок у нас получился делаем на краешек ой залезла туда у нас красочка ну какой-то он мне не очень нравится пока поэтому берем розовый пиль добавляем сюда допустим и опять же по краю вот так переходим к холосту немножко добавляю более яркости в этот плавник потому что он куда-то потерялся теперь так хвост вот так хвост глаз за глаз хвост у нас будет так на развороте берем пока что светло-желтый и смотрим куда у нас идет вот эта вот линия она идет вот сюда вот так вот сюда а это идет вот сюда примерно понятно да нет так вот повышенно найдется так охра пожалуй нам нужен цвет потемнее поэтому берем умбру так это совсем темно ничего страшного так умбру мы раскидываем по хвосту вот здесь вот несколько полосочек буквально так и вот сюда здесь у нас все тоже темное потому что хвост на развороте находится в теневой части так здесь у нас хвост на смену так и синенькая феце голубая феце вот здесь вот я такими пятнышками разложила сейчас мы возьмем белилки и прямо здесь помешаем все это дело, чтобы получить нужные оттенки и нужные соединения. На верхушке достаточно светлый должен быть. Так, здесь он становится темнее, 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 темнее. Соединяем его аккуратненько с янкой. Светлой полосы там быть не должно, потому что это теневая часть хвоста. Листочка у него совсем сухая. Поэтому не забываем растворить. Пытаемся вывести плавную линию. Так. Соединяем пятнышко на хвосте. Так. А здесь у нас совсем светлая часть. Можем смело взять белый цвет. Белье. И провести край, провести край хвоста. Вот так вот. Соединяем вот с этим местом желтым. Вот. Вот она. Подравлю бы. Так. Так. Берем индиго. Немножко. Делаем контур. Пятые стороны хвоста. Можем сюда подбросить. Какие-то перышки. Как-то тут обозначить. Так вот. И в дальней части тоже подчеркнуть хвостик. Хотя он там не так ярко выражен, как здесь. Вот так. Так. Теперь переходим к остальной части хвоста. Здесь у нас опять тень. Так. Я перешла на совсем маленькую кисточку. Вы можете работать кисточкой побольше. Как любой перфекционист, я люблю маленькие кисточки. Они позволяют вырисовывать всякие мелочи. Так. Здесь можно работать уже и мастихином. И кисточкой достаточно пастозной. Это хвост. Он такой летящий должен быть. Так. Не забываем, что он у нас в воде. Добавляем зелененького. Слегка синенького подбросим. Сейчас свет у нас перемешается старательно. Вот. Так. Желтый. Не очень светлый. Даже скорее сухой. Раскладываем его пятнами. Ничего страшного, если он будет активно сливаться с водой. Так. Все-таки в воде. Так. Здесь можно более светлое пятно положить. Так. Идем сухором. Кладем в ухру. У нас смело смешиваем. Смешивается с другими пятнами. Поэтому получается более темный оттенок, чем она есть на самом деле. Это хорошо. Так. Прокрашиваем хорошенько, чтобы холста как такового у нас видно не было. Сейчас мы с вами доделаем хвост и добавим туда светлых пятен. Там, где они нужны. Так. Берем желтый. Здесь у нас он должен смешаться с зеленым, который лежал в основании. С первым слоем. Так. Внизу в самом охра, солтый и оранжевый. Вот сюда отходим. Так. Так. Вот. Так. Берем чисто желтый. Кладем в самый край. Он все равно у нас подмешивается. Так. Здесь у нас немножко сиенки ложится вот сюда вот под плавник. Вот так вот. В принципе, хочу снасормировать. Так. И теперь можем немножко. у него больше 35. Вот так вот. У него больше 35. Вот так вот. Делаем хвостик более таким далеко. Подчеркнем вот здесь немножко. Переборщили. Ну, я взяла сенку. Переборщили. Ну, не страшно. Так вот. Вот. Вот такая у нас получилась рыбинка. Почти золотая. Ну, что нам еще сюда можно добавить? Пятен больше не надо. Можно какие-то места нам подчеркнуть. Хотя, в принципе. Давайте еще пару штрихов бросим. Берем чистую кисточку. Совсем-совсем чистую. Берем белила. И вот здесь вот по хребту. Пускаем полосочку беленькую. Главный переходящий в хвост. Так. Наверное, вот здесь вот хвостик подчеркнем еще. Чтобы он у нас вышел на первый план. Вот так. Так. Немножко по контрасте не стало. Вот так вот. Можем вот сюда вот подбросить беленького. Ну, мы его как бы подмешаем. Так. Куда еще? Ну, сюда можем. Вкреплен. Вкреплен. Вот это. Так. Так. Что еще хочется добавить? Здесь хочется немножко потемнее сделать. не весь, но немножко темноты добавить. Как-то он выбивается. Вот так. Так. Ну что, можно отойти и посмотреть, что получилось. Давайте посмотрим. Вот такая у нас получилась рыбина. Ну, это все. Ну, это все. Де. Продолжение следует...